всех приветствую у нас сегодня довольно необычная лекция потому что она совместная сразу для двух спецкурсов с одной стороны это лекция по нашей теме по разработке linux овый такая немножко около теоретическое потому что я хочу захватить большой кусок по которому вы увидите он 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 реально большой с другой стороны это лекция завершающая лекция по курсу парадигмы программирования если кто-то из вас помнит я прочитал вводную парочку таких о самой простой парадигмы поэтому стиль будет немножко другой будет некоторое количество болтовни и примеров вот по спецкурсу разработка будет небольшое совсем задание ц практическая по спецкурсу по по кафедральному курсу парадигмы программирования будут такие вопросы на подумать ну в общем вам об этом я уже сообщили я думаю тем кто участвует в кафедральном курсе хорошо значит не будем терять время потому что его у нас немного в чем собственная идея поговорить о скриптовых языках именно в рамках парадигмы программирования на самом деле ну в первую очередь идея в том что понятие парадигмы не должно пониматься очень буквально как тот или иной способ достичь алгоритмической полноты использую как бы с использованием различных инструментов вот парадигмы в первый же способ думать то есть эта ситуация когда мы решаем какую-то программную задачу и внезапно делаем это не просто но не на пустом месте да а исходя из каких-то принятых мыслительных приемов вот который так или иначе нам обещают решение нашей задачи в конце вот эти эти мыслительные приемы есть собственно парадигма вот в чем состоит концепция того о чем мы говорим сегодня ну мы все знаем великую формулу не клаус вирт что алгоритм плюс структура данных равняется программа не знаю насколько она актуальна на сегодня это вопрос дискуссионный скажем так вот но давайте для простоты примет за рабочую гипотезу программу который мы пишем мы практически всегда если только мы не очень какие-то замороченные разработчики низкоуровневые или не пишем на эзотерическом языке программирования вот программа которую мы пишем практически всегда имеет удобные текстовые представления которые мы можем вполне воспринимать и который предназначен для формулирования нами алгоритма и воспринятия нами же алгоритм когда мы продолжаем разрабатывать эту программу вообще говоря читать код происходит чаще даже чем писать вот то есть она такая человека приемлемая до человека читаемая и человека писаемая вас а вот что касаемо исходных данных то с ними ситуация довольно странная модели этих данных представленные в программе то есть всякие структурки которые мы разрабатываем вот описание этих структур вот это все они конечно же человек читаем и а вот сами данный нет вот понятное дело что в реальной жизни существует ситуация когда данный сплошь и рядом когда данный имеют свой собственный формат тот который им судьба предопределила и поэтому как бы мы как как решатели задач должны иметь дело именно с ними но хорошо бы ну не дурно было бы если бы все наши данные были такие же человека читаемые как и все наши алгоритмы вот более того эта ситуация гораздо более часто встречается чем вот ну короче у нее распределение неравномерное человека читаемые человека писаемые данные встречаются гораздо чаще чем если бы вот это свойство к человеку не относилась вот поэтому давайте при нем в качестве 2 рабочей гипотезы тот факт что данные должны быть текстовыми по возможности что это значит это значит что например то что имеет отношение к непосредственно программирование поток управляющий то есть когда мы чем-то манипулируем вот инструменты этой манипуляции должны быть текстом это практически то же самое что операторы языка программирования должны быть текстом только мы относимся сейчас ну представьте себе что перед вами стоит тысячи вырожденных задач там скопировать файл куда-нибудь с места на место до запустить какое-нибудь задание на выполнение вот это все и вот эти вырожденные задачи они сами как бы не решаются до для того чтобы даже их решить нужно какое-то действие произвести и вот это действие есть поток управления вашим компьютером запуск заданий работа с объектами в этом в компьютере так дальше так вот примем как за рабочую гипотезу что вот эти самые действия и есть управляющий поток в это они есть правильный поток данных так вот что они тоже должны быть текстами это нас довольно сильно ограничивает в смысле интерфейсом потому что например то что называется график юзер интерфейс не сильно подходит под эту концепцию там часть у потока управления она такая ну что ли аналоговая да вы должны попасть указателем мыши в нужное место на экране которые вы вообще говоря воспринимаете как текст но в действительности она является там набором пикселей вот ну вот в общем это гораздо более сложный процесс и он существенно менее формализован так что нет да мы хороший пример текстового потока управления это командная строка которая период командами команды это вот наши самые вырожденные решения командная строка это то что вокруг 2 тоже довольно частый пример проникновение идеологии все текст в область данных это разумеется пространство имен этих да там имена файлов пути до файлов представление некоторых частей системы системы операционной тоже виде файлов хороший пример я вот тут написал это каталог проц значит как видите в линук системе есть специальный каталог проц в котором виде файлов и каталогов на самом деле представлена состояние операционной системы вот эти чиселки это на самом деле процессы у каждого из которых есть целая куча параметров которые выглядят в виде файлов самое интересное что даже не просто в виде файлов а например если вот сделать вот так вот вы увидите что данный процесс открыл там порядка 50 файлов вот видите я думаю что это я думаю что это telegram судя потому что он открыл например вот такой файл и некоторые из этих файлов это файлы некоторые из этих файлов это вовсе нет это какие-то event fd вот некоторые из этих файлов это тоже не файлы а сокеты короче говоря с точки зрения нас как людей осуществляющих управление операционной системой это выглядит как файлики в действительности это не файлики самого начала да вот все что лежит внутри слэш спрос она является виртуальной файловой системы то есть операционная система пользуется файловый не сказать парадигмы сейчас скажу что вместо подходом файловым для того чтобы представить совершенно не файловые объекты и нам было бы удобно них смотреть ну например мы можем посмотреть содержимое вот здесь например мы можем посмотреть содержимое вот пожалуйста да я как бы капитан очевидность подсказывает что это был telegram запущен вот вот что касается текстовых данных да то тут конечно ситуация сложные данные в real life и понятное дело могут быть вполне себе бинарными тем не менее есть во первых довольно часто бывает что специально для этой концепции данные делаются текстовыми хороший пример это формат графических файлов xpn вот xpn это такой формат растового изображения политрованного примерно как bmp вот только вот выглядит он примерно вот так вот эта картинка формате xpn вы не думаете что эта программа носить то есть да эта программа носили но эта картинка формате xpn вот именно такая вот как видите отличный пример того что данные могут представляться в виде текста вот это значит у нас цвета вот обратите внимание что только один цвет задан с помощью ржб аннотации все остальные прямо по именам вот а это значит у нас пикс мап в котором в качестве элементов цвета стоят штуки вот более того немногие редакторы вообще понимают такие нотации видите редактор вим прямо раскрашивает вот все это и это что касается текстовых представлений данных да все всевозможные конфигурационные файлы хороший пример упорядоченных данных представлены в текстовом виде журналы которые вылезают из-под работающих сервисов тоже ну в общем примеров много если данные бинарные но нам хочется представить их в текстовом виде отличный пример это программа hex dump который я очень часто пользуюсь на лекциях которая просто показывает 16 личное содержимое файла ну допустим у нас есть какой-то файл и вот он он разумеется 16 личный но если его смысле бинарный но если ему сказать вот так вот то него можно посмотреть вот видите значит слева у нас 16 личный дамп справа по возможности аске представления в тех местах где строки вообще-то вообще-то есть да вот кое-какие строки являются строками в этом файле а кое-какие не являются вот в принципе преобразовав шестеричный файл вообще без структуры ну смысле бинарный вообще без структуры в вот такой поток данных можно потом воспользоваться инструментами текстового поиска чтобы что-то там найти да значит смотрите я сейчас намеренно игнорирую все остальные области в которых тоже нужна автоматизация мы про это сейчас поговорим скоро потому что невозможно объять необъятное вот но дорогой сокращение вы разумеется правы области требующей склейки они завязаны на интерфейс и окружения они на текст и если наш интерфейс и наше окружение не текстовая то язык склейки внутри такого окружения будет совершенно иным вот вплоть до того что вместо языка провода придется использовать да но как бы это не наша тема сегодня значит ничего в чем проблема проблема вот этого тезиса все должно быть текстом состоит в следующем во первых как я уже сказал часть данных все-таки бинарная и непонятно что с ними делать и хиксдампом в общем тут не обойдешься во вторых недостаточно просто сказать ребята у нас текстовый поток данных управления текст и поток управления потому что этот текстовый поток управления потом придется порождать программа сама себя не запустят программа выдала какой-то текст на экран его глазками не попарсишь его нужно обработать другой программой в общем просто осуществлять командный доступ управлять с помощью текстом с помощью текста каким-то сложным агрегатом недостаточно нужно что-то еще ответ очевиден что нужно но я сейчас говорю проект про антитезис про то что нам мешает вторая штука тут правда не совсем так написано но неважно значит вторая штука состоит в том что у нас полным полно текстовых данных их отлично можно прочитать глазками но наша задача решать задача значит наши программы должны их ну обрабатывать не глазками а чем-то таким более крутым вот ну окей мы даже что-то сделали с этим самым то есть надо переформулировать да значит не обязательно не не текстами главное что даже к текстом данным нужно придумать кучу всяких инструментов которые с ними работают ну собственно вот синтез состоит в том что раз мы воспользуемся понятием язык склейки то есть вокруг нашего интерфейса который работает с нашим окружением создадим язык программирования который манипулирует теми же самыми объектами которыми манипулировали мы когда мы деполируем интерфейсом случае командной строки это команды и файлы это будет язык программирования манипулирующий командами и файлами и этот язык будет а полностью воспроизводить наш наш привычное окружение когда мы делаем это все руками но только алгоритмизировать это и был будет алгоритмически полным ну по крайней мере скажем так актуально алгоритмически полным понятное дело что теоретически алгоритмически полной формализации это гораздо более сложная штука вот тут вот как раз должно было быть замечание относительно того что язык склейки он относится к среде и к интерфейсу и поэтому он совершенно не обязательно текстовый если не то ни другое не текст вот но в общем я его уже сказал вот то есть вот конкретно сваливаясь на уровень линукс мы говорим что у нас есть огромное количество утилит причем их набор как бы это динамически мы можем поставить пакеты с ним приедут какие-то утилит эти утилиты скорее всего обрабатывают текст или по крайней мере их поток управления текстом и вокруг них существует язык язык склейки который собственно занимается тем что а умеет запускать эти утилиты бы умеет обрабатывать вот вывод и перенаправлять его мы сейчас это увидим а второй антитезис относительно того что нам надо научиться обрабатывать текст и нам надо научиться обрабатывать текст и в классической у них подобной системы довольно много инструментов которые ровно на это завязано ну два примера которые я надеюсь за сегодня успеть рассказать это языки контекстной обработки вот и макро постановка на самом деле понятное дело там много всего более полезного но у нас сегодня напоминаю лекция про парадигмы поэтому значит мы сделаем уклон именно на это в плане лекции будет много ссылок вот здесь мало ссылок ну потому что слушайте по башу я думаю не найти информацию по башу может только очень ленивый я из соображений мании величия сделал ссылку на собственный учебник который мы с кириллом писали но это исключительно так сказать чтобы поднять свое число вот значит прошел прошел я долго рассказывать не буду потому что повторю это в общем тема такая достаточно расхожая но давайте рассмотрим ситуацию юникс там линукс shell до баш какой за джелл данный случай как именно с позицией что это а язык склейки б язык склейки текстового в текстовом пространстве что в этом смысле в шеле важно знать ну во первых и в главных что shell актуально алгоритмически полы то есть это не значит что в нем нет каких петфолов которые нельзя реализовать потому что наверняка есть дошел вообще довольно странная штука вот но с точки зрения решения задач здесь сейчас особенно задач не очень больших любую программу можете написать там есть условный оператор все есть циклы есть все что надо есть 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 переменные вот в чем состоит текстовость шельного окружения текстовое шельного окружения стоит в том что любое то что вы напишете слово в командной строке воспринимается как команда примерно десяток может быть два команд есть у самого шала остальные несколько сотен это утилиты то есть просто программы лежащие у вас в операционной системе да то есть если мы вместо этого написали какой-нибудь ну не знаю вот так вот оказывается такая программа есть вот она выводит задом наперёд содержимое стандартного вот значит тут мы столкнулись практически совсем имеющимся у нас текстовым оснащением ну разве что если вот разве что вот сейчас у нас есть какой-нибудь текст он нормальный у она на год отличный а за счет вот вот этими двумя примерами мы столкнулись практически совсем текстовым пространством которые мы имеем в линук системе во первых вызов команды по ее имени в действительности раскладывается вот сюда то есть в действительности никакого никакого оператора сорт в языке программирования shell не существует а сорт это на самом деле утилита программа лежащая в нужном месте в стандартном данном случае user bin которая по имени запускается и работает далее такой программе на вход подается текст как правило ну совершенно необязательно потому что понятно данные могут быть не текстом ну например команда так до запущены без параметров читается стандартного ввода некоторые текст дальше мы ей опять-таки с помощью команд с клавиатуры тут вот можно поспорить текстовый это поток управления или нет символ control d который мы нажимаем вот 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 в этом месте надо нажать control d вот но это не очень важно в конце концов мы сигнализируем нашей программе так что вот закончился и на стандартный вывод то есть сюда же она нам будет результат своей работы вот значит теперь вот еще один вариант да здесь мы явно вот здесь и здесь мы явно обратились к текстовому пространству имен файлов да еще и с языком запросов шаблонов со словами найди к мне по шаблону файл который заканчивается на точке текст и он оказался один дальше мы вызвали программу к это обратите внимание программу к это который просто выводит содержимое этого файла вот а вот здесь вот мы обратились к программе сорт который отсортировал содержимое этого этого файла причем обратите внимание если здесь мы в качестве параметра передали список имен файлов то вот здесь вот у программы сорт параметров не было вообще и наш шел организовал перенаправление ввода то есть команда сорт думала что она вводит просто со стандартного года вот но на самом деле это стандартный мод был взят из файла и вот вот такая вот штука была сделана именно шеллом это вот инструмент шелл вот это последнее перенаправление ввода вывода это очень важные свойства шелла потому что если вы попробуете реализовать такую же штуку на любом языке программирования за исключением тех в которых а реально такая же инструментарий такой же инструментарий есть да там носи и попробуйте там на питоне вот не дай бог там еще на чем-нибудь то вы увидите что это довольно сложная операция а еще более сложная операция это конверизация когда вы делаете вот так вот это ввод из файла дальше вы делаете допустим и дальше ну ну не знаю а дальше еще например вот так значит что сейчас произошло команда сорт читала из стандартного ввода это кстати она могла читать из файла но я решил побольше перенаправлений ее стандартный вывод был направлен на стандартный ввод команды head которая взяла 5 строчек из из стандартного ввода ее стандартный вывод был направлен стандартный ввод команды в c которая делает не то что на первый взгляд кажется это word counter и word counter посчитал что у нас 5 строк 15 слов непробельных смысле из и 45 всего не символов вот вот такую штуку написать на языке общего назначения надо постараться реально получится плохо читаемый код намного строго не очень понятен вопрос алексей мне кажется что он совершенно не по теме вот потому что нельзя же гос сравнивать shell собственно с другими языками которых мы сегодня будем говорить гос сравнивать тоже нельзя значит обратите внимание что вот такая простая конструкция на языке программирования для которого объектной средой не являются файлы и процессы станет довольно сложный хотя она вполне возможно вот что еще ну все переменные шелл текстовая помимо конвейера в шеле реализована также подстановка выводов например вы можете написать так вот куда делся наши наши содержимое сорта давно попала в переменную а вот она то есть опять же обратите внимание на то что в других языках которых нету поддержки склейки текстовой вот такая операция возможно но она непростая что еще а да еще один за вы довольно забавный эффект смотрите значит допустим я пишу а равно одному б равно двум и в а доллар а потому что подстановка выглядит так не равно равно доллар бы доллар бы зен принт куку лс принт куку реку значит типичный условный оператор перед нами все хорошо в этом условном операторе за исключением одного добавить довольно забавного свойства в крутых шеллах квадратная скобочка это встроенная команда но вообще говоря совершенно не обязательно квадратная скобочка это программа такая видите она в юсор бин лежит программа то есть в действительности здесь написано следующее если запустить программу квадратная скобочка с четырьмя параметрами а равно бы куском к закрывается проанализировать результат ее exit статус то если этот exit статус 0 считать его true и написать принт куку а если этот exit статус не 0 считать его false и написать куку реку поэтому собственно в шеле считается что типа 0 это true а не 0 это fox потому что ну понятно exit статус не 0 это значит какая-то ошибка номер ошибки это есть и где то есть вот эта картина на самом деле не такая реально как вы думаете ну смотрите и в эхо вы давайте заменим и на этом закончим прошел эхо доллар а и эта команда закончилась успешно поэтому это exit статус 0 и поэтому у нас выполняется ту часть а вот эта пара команда например а не успела закончится хорошо тогда вот так вот а вот эта команда за полу закончилась неуспешно потому что нет никакой команды еха обратите внимание добрый зашел мне раскрасил его красненьким вот потому что он не нашел нет никакой команды едство она закончилась не успехом поэтому выполнилась фолз составляющие ну вот такие дела в принципе можно прошел говорить и дальше но обратите внимание на то вот тут есть такое такое замечание которое мы проплыли да на самом деле по этой тематике можно целый спецкурс прочесть алексей теперь я вас понимаю но конвейеры вообще неплохо строятся на любых языках программирования на питоне тоже вот вопрос именно и это последняя тема прошел вопрос именно вам вопрос именно про то сколько синтаксического сидахи сколько усилий программисту для этого надо да значит в шеле по части вот этих часто используемых при управлении системой штук проделана гигантская работа по минимализации этого синтаксиса то есть одна палка заменяет собой прям целую кучу системных вызов форк экзек вейт реально много да и еще перепи перезакрытие дескриптор ввода вывода ну вот все у кого был практикум на си они такую штуку писали руками знают что это не просто до 2 2 апострофа точнее не апострофа а грависа да где-то тут у нас был пример с кавычками вот до 2 граница бэктика они же заменяют тоже довольно большой кусок всего значит теперь отвечаю алексею смотрите алексей глоткова нет в принципе все основные инструменты управления шелла не завязаны на текстовую природу данных то есть сам шелл ему в общем все равно я даже сильно подозреваю что я могу в переменную положить бинарник до при при так сказать значит а равняется кэт src а.out пожалуйста вот он бинарный эхо доллар а хекс дам минус c вот он то есть вот но вот когда речь идет о том что в этом процессе должен участвовать человек то либо сами данные текстовые должны быть ну потому что иначе вы вот это вот эти сейчас я сейчас я вам покажу что на самом деле произошло бы да вот когда вы видите вот это в общем не понимаете зачем она вот либо в этом процессе либо эти данные должны быть сами по себе текстами либо они должны уметь преобразовываться в тексты иначе они бессмысленны с точки зрения именно управления восприятия информации вот а так то нет конечно ну бога разница у нас тут был даже диалог с одним товарищем который рассчитывал что в истории команд шелла зачем в данном случае не будет символов не в кодировке утф ну потому что мы у всех же кодировку утф правда но даже если бы у всех было кодировку утф то вот такого рода команды например могут привести к тому что у нас в истории будут символы низкодировки утф и у него программа падала который анализировал историю и так во первых принцип в такого рода языках склейки которые работают с текстовыми средами а на самом деле во всех трех должен соблюдаться принцип совмещения трех ипостаси первое это интерпретатор то есть shell нам организует диалог с пользователем то есть на самом деле сам поток управления вот этой средой организуется тоже самим факюм то есть это в первую очередь интерпретатор командной строки он кстати сказать как интерпретатор командой строки ведь очень много интерфейсных плюшек чтобы им было удобно пользоваться второе вокруг этого интерпретатора командные строки обычно намазывается полноценный язык программирования чтобы можно было на нем же скриптовать с помощью тех же самых команд которые используют для интерпретации и третье сам синтаксис языка должен быть заточен на эффективное использование тех объектов для которых собственно язык склейки придуман вот в нашем случае текстовое пространство мен файлов предположительно текстовые содержимое этих файлов и значит текстовый же поток управления вот такие дела но надо сказать что шеллов на свете очень много разных вот я вот пользуюсь за целом если у вас linux то ваш у вас скорее всего не отменим и вот тут очень тоже есть обязательно ну в общем на самом деле больше здесь я хочу закончить с темой языков склейки потому что на самом деле она большая ну и вот про контекстную обработку значит смотрите итак мы говорим что в нашем информационном пространстве полным полно текстовых данных это могут быть выхлоп потока управления перлоги какие-то это могут быть какие-то файлы в текстовом формате там конфигурационные еще какие-то неважно вот это могут быть даже сами тексты программ на самом деле вот очень много в случае работы с компьютером очень много из этих текстов структурированные вот этот важный вопрос вот эта структура она в них так сказать имманентно то есть мы заранее знаем что это за структура или мы в общем только предполагаем что где-то там вот в этих текстах встречается что-то что нас интересует имеющие более-менее определенную структуру в первом случае нам нужен просто парсер соответствующих форматов файлов коих в общем довольно много в линуксовой системе и они все побольше по большей части как раз рассчитаны на то что файл пускай даже бинарный но мы сейчас вы выведем значит текстовый формат на наружу а потом этот текстовый формат обратно можно будет засунуть ну по крайней мере ну такие есть вот тут надо сказать что шелл не имеет слишком большого преимущества перед другими языками программирования потому что в принципе он в том же питоне поддержка всяких форматов но в огромном количестве присутствует и даже в общем если эти форматы сложные то писать обработчик такого рода данных на языке высокого уровня предназначенную для общего назначения удобнее чем наши но в действительности гораздо чаще при работе с текстовыми данными вам командных в средах с командной интерпретации мы встречаемся ситуация когда в общем-то нам не важно вот общая структура полный синтаксис полный синтаксическое дерево разбора того файла с которым мы работаем текстово нам не важно у нас есть некий гладкий текст то есть он не считается размеченным в нем определена какая-то структура и в этой структуре нас интересуют небольшие контексты в которых мы хотим сделать модификацию ну скажем заменить имя переменной на другое имя переменной ну потому что нам так захотелось ну то есть вместо того чтобы писать полный синтактический парсер всего что в общем сложно мы говорим давайте мы выковырим из нашего потока текстов только то что нас интересует и на скорую руку опишем в каком контексте и какие изменения мы собираемся сделать с тем что нас интересует принцип контекстной адресации так при этом использующийся очень прост мы построчно читаем с экрана смысле исход со стандартного эту строку определяем в этой строке контекст то есть выясняем нужна нам или нет и дальше выяснив надо ли с этой строкой что-то делать или не надо делаем с ней это все вот как правило определение контекста определением контекста занимается регулярные выражения а вот то что потом можно делать с этой строкой зависит от того на каком языке мы пишем прежде чем отложить эту тему в сторону мы к ней обязательно вернемся расскажу чуть-чуть про регулярное выражение очень чуть-чуть потому что можно целый спецкурс опять-таки построить про регулярное выражение уж как минимум лекция точно ему нужно вот будем считать что мы с вами все это знаем я хочу сказать то ли только две там три вещи вещь первое регулярное выражение это очень круто с помощью него можно решать офигительные задачи но вещь вторая в силу того что это самый жесткий из языков по классификации хомского он не то что не контекстно зависим он даже не контекстно свободно а он автоматный для того чтобы ваше регулярное выражение было эффективно вы должны сначала задать контекст внутри которого она будет работать потому что распарсить весь файл одним регулярным выражением эта задача нереальная совершенно типичный пример поиск ну не знаю строковых констант в исходниках на любом языке программирования с одной стороны вы знаете строку константа ограничены кавычками а с другой стороны выясняет что языке программирование есть комментарии есть квотированные символы типа бэкслэш кавычки вот в общем и так дальше и так дальше так что так что регулярное выражение нужно использовать сумму мы эту тему откладываем в сторону ради более важной темы она оказалась более важная по по консультации с ну скажем так она мне показалась более важной потому что тема макро подстановки вообще редко звучит в подобного рода курсах в действительности макро подстановочные языки они вполне себе нп полный просто они решают совершенно другой класс задач это прям парадигма то есть был бы у меня время я бы по макро подстановке устроил целую лекцию это правда очень интересно вот мы с вами знаем все два ну один еще и когда или множество макро процессора это собственно при процессор си такой классический да и те у кого был макросемблер во втором семестре первого курса знают что макросемблер тоже имеет макросредства которые позволяют объединять значит команды напишем коротко свойства макро процессора что должно быть я вот это вот тут уберем отсюда значит это 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 я под начал писать пример а потом передумал и начал писать как начал писать концепцию вот так значит смотрите вот у нас есть текст вместо него надо ставить шаблон ну например вместо короткого длины типичное применение макро да этот шаблон может быть параметрический то есть макро у которого есть параметр который подставится в раскроется в защиту более длинный текст в этом шаблоне его параметры могут тоже быть шаблонами то есть мы раскроем текст другой текст этот текст раскроется еще более другой текст и так дальше и так дальше вот возможно нам захочется накладно наложить некоторые условия то есть при некоторых условиях, при некоторых свойствах текста, который мы обрабатываем, шаблон раскроется так, а при некоторых иначе. Возможно, мы захотим просто пожевать содержимое этого текста, преобразовать там строки, что-то с ними сделать, разбить их на части, вот это все. Ну, а дальше начинается уже требование к языку программирования. Работать с файлами. Ну, да, 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 совершенно справедливо. Или вместо длинного короткого, зато нечитаемого. Вот. Имеется в виду шаблон. Место длинный короткий. Вот. А дальше тут всякие штуки. Работать с файлами, работать с операционной системой, организовать какие-то циклы, организовать какие-то удобные средства для конкретной области деятельности, дополнительные средства обработки этих шаблонов. Ну, мы сейчас поговорим. Типичный пример, и, пожалуй, самый живой на сегодня, если не считать, конечно же, сишного припроцессора, самый живой языка макрокомманд, это язык М4. Вот тут довольно много ссылок на то, как его изучать. Я грешным делом каюсь вчера, когда готовился к лекции, очень сильно залип на М4 и до полуночи сидел, всякие упражненькие делал, потому что он абсолютно прозрачный и как это сказать, совершенно очевидный поначалу. но очень быстро, как в любом макроязыке нарастает сложность. Сейчас мы это увидим. Вот. А, кстати, я забыл сказать, я забыл сказать, что тут нет слова макро-взрыв, тут почему-то нету слова макро-взрыв, а где оно есть? А, оно есть в конце. Ладно, про макро-взрыв поговорим в конце. Вот. Значит, идея М4 очень проста. А у вас на входе текст, этот текст и есть ваш, вот, этот текст и есть то, с чем вы работаете. Внутри этого текста содержится макро-команда, которую нужно раскрывать. Если после раскрытия этих макро-команд, ну, макро, не макро-команды, а макро, ну, да, макро-команды, которые нужно раскрывать, то есть, после макро-определения, значит, задается макро-определение команды, и когда, после этого, когда команда встречается в тексте, ее нужно раскрыть. После того, как она раскроется, внезапно в тексте опять могут оказаться макро команды их опять надо раскрыть и так это делать надо до тех пор пока пока m4 не успокоится собственно все вот и вся концепция давайте раскроем все макросы посмотрим что получится ну вот ну вот давайте мы на примерах вот значит у нас есть простейшая картина вот мы запускаем м4 вот мы делаем макроопределение обратите внимание что текст наш обработан вот все вот это м4 сожрала а вот перевод строки которые мы в конце вывели он вывел обратно вот 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 человек который в деле в этом деле разбирается говорит что даже на самом деле на 1 на 1 семестр про макро подстановки может быть и не хватить да то есть смотрите из всего входного потока m4 удалил макро оставил макроопределение оставил только перевод строки этот перевод строки вот здесь вывел ну а теперь давайте напишем вот так вот это у нас закавыченный текст обратите внимание на апострофы гравис то есть сначала гравис потом сначала гравис потом апостроф то есть вот так выглядят кавычки в м4 если их не переопределить их можно переопределять ну и дальше значит эта штука один уровень кавычек съелся и нам показалось слово автор а вот этот автор оказался макро макро оказался макросом и вместо него произошла макро подстановка нажимаю control d выхожу из м4 да то есть в принципе можно было сделать и не так можно было написать что-то типа как больше о да эхо там д д д д д д д д м4 меньше о зачем я сделал так чтобы не не смешивать ввод и вывод вот это вот нажимаем control d вот это вывод вот этот перевод строки который вот здесь в конце был сразу скажу про закавычивание предположим у нас есть вот такой код вот такой что что в нем написано на нем написано что define after me define off to allister mia клин вот а дальше автор из автор parmi проанализируем что получится вот он первый define у него в конце перевод строки который мы забыли удалить вот 2d файл в конце перелад строки в которой он забыли удалить и вот второй define устроен довольно странно вместо автор в нем подставилось слово мии понятное дело потому что тут написано автор автора хота макро команда она раскрылась тут произошло макро подстановка то есть здесь написалось слово ми а уже потом значит вот то есть в данный момент в момент раскрытия вот этого текста слова автор и словами вследствие вот этого define означает а маклин поэтому по-хорошему когда вы делаете вот такие define и лучше имя макро команды всегда брать в эти самые в кавычки примерно вот так вот здесь уже гораздо лучше да значит мы определили автор как ми мы переопределили автор как алистер маклин причем поскольку здесь было закавычное то это именно автор переопределился ну и в общем вот все получилось теперь собственно про вложенность кавычек да вот первая сложность которая вас начинает вас начинает преследовать когда вы работаете на м4 это страшные скобочные операции но в роли скобочек здесь кавычки давайте посмотрим вот смотрите значит что мы написали мы написали что define ну будет раскрываться вот в такую штуку обратите внимание вот эти кавычки значит внутри них уже ничего не анализируется написали слову были вывали слова ну потому что к тому моменту как мы вот здесь написали слова ну ну это был просто текст дальше мы стали define ну он под вместо него подставилась вот это точно в точность то что я выделил а это определение макроса и поскольку здесь написано что ну это 99 то следующий ну нам вывел 99 вот если бы мы не занимались вот этими двухуровневыми кавычками как здесь она занимались бы вот написали бы вот так видите да вот этих кавычек нету вот этой вот этих вот этих и вот этих то вот этот define произошел бы сразу вот не дожидаясь дефайнума вот не надо пожалуйста по про ford ничего грязного я когда учился в университете я сам написал ford интерпретатор и как это он просто ну немножко старый кстати ford один из немногих древних языков которые используют до сих пор потому что он входит в программное обеспечение электронных телескоп микроскопов вот который тоже существует до сих пор и мало модифицированность вот ранних вот так к слову и телескопов еще по моему окей значит да что там еще чтобы успеть закончить еще условный оператор например давайте условный оператор простейший условный оператор это и фроз да значит если а это б то ци а иначе d у нас а это б значит а вот это у нас раскрываются вот в это значит c а вот это у нас не раскрывается вот в это значит d вот есть еще и в дев и я забыл сказать ну и где в понятно если за defined macros то там сделать одно есть не за defined другое например если за defined macros обернуть этим макросом что-то если не за defined вот но есть и более длинные цепочки более длинные цепочки и в дефов потому что это часто бывает нужно вот что-то я забыл вот это я забыл вот чё-чё-чё-чё а понятно не надо было писать вот эту штуку ну давайте давайте чтобы не было без не было си токсических ошибок напишем вот так по моему вот так то нужно было писать я я да значит обратите внимание что вот эти цепочные if и такие и фэлси да значит такие и фэлси да если а то б если а равно б то c если равно если а равно б то б true если равно c то c то есть равно д то д true кстати непонятно ну ладно не буду сейчас себя прерывать вместо как бы времени нету вот ну что еще какие-нибудь и валы значит его вот это значит типы данных и валты в вычислении афметических выражений преобразование и то есть вы можете написать значит никаких собственно никаких переменных нету вам но они на самом деле есть мы не будем про это говорить но основная идея что если вам встретился текст и вы знаете что этот текст содержит арифметическое выражение вы можете обмазать его и валом да и у вас получится некоторое число потому что его воспримет то что там внутри как и арифметическое выражение и вычислить его вот всякие тексты и преобразования поиск по строке под строка длина регулярно применение регулярного выражения ну короче все что мы хотим от текстов вот пожалуй в качестве примера приведу функцию транслит транслит это аналог этого самого утилита tr униксовой она заменяет один набор символов на другой а нет это не аналог утилита tr потому что там таблица на таблицу ну короче вот видите да я заменилась на 37 заменилась на т1 заменилась на на н ну и вот кстати я тут тут черный тихий сапы ввел макрос dnl который удаляет тот самый перевод строки лишние видите чтобы чтобы от нашего от нашего этого саму не оставалось ничего в конце нужно днл что еще интересного как цикл определенные а параметрические макросы вот значит давайте параметрические макросы я прям опять же скопи пащу примеры мы на нем посмотрим задаем не терминал не терминал задаем макрос вот он здесь начинается а здесь заканчивается я забыл упомянуть m4 не работает по построчной парадигме m4 работает с кусками текста произвольного размера совсем произвольного это очень удобно не нужно никаких бэкслышей ставить в конце строки вот это все вот это вот макрос надо кстати разметить чтобы они были цветные иллюстрации что тут написано что макрос парам раскладываются вот такую строку в этой строке будут упомянуты вообще все параметры нашего макроса дальше они же но без дополнительный расскажу сейчас они же но без дополнительного раскрытия вот сейчас покажу в чем разница эта штука означает количество параметров а это просто второй параметр вот вся вот это вот все это многообразие будет вывезено его значит мы вызвали макрос парам в одной в одном случае передав ему раз два три четыре параметра а в другом случае передав ему четыре параметра но каждый из них закавычив мы это сделали за тем чтобы проследить разницу между вот этим и вот этим кстати кто знает shell знает что там тоже самое используется вот давайте посмотрим что получилось и так все параметры вот они через запятую все параметры закавыченные то бишь раскрытие вот этой штуки выгод абсолютно также количество параметров 4 параметр номер 2 вот он все вроде очевидно разделить ими являются запятыми теперь давайте посмотрим как вызов произошел с закавычными параметрами все параметры полностью произошла макро подстановка то есть мы увидев слова нон терм также как и в прошлый раз превратили в нить в раскрыли его вот поэтому а вот доллар бебячка раскрылась вот так да то есть фактически тот факт что нам приехал закавыченный закавыченный параметр в случае доллар бебячки привел к тому что он закавыченным и раскрылся то есть мы посчитали нон терм закавычным стал быть обычной строкой ну а дальше все тоже так дорогой сокращенец на m4 написан весь автокон просто весь смотрите вот здесь вот ссылочка на учебник составе автоконфа кстати вы могли видеть что в автоконфе есть необязательные вот такие вот такие скобочки квадратные которые мы могли принять за какие-то списки или еще что то на самом деле это переопределенные кавычки м4 так что мы на м4 с вами уже писали просто не знали этого чего нам не хватает значит условно операторы есть какие-то да нам не хватает цикл цикл от просто рекурсия обычная то есть вот давайте попробуем разобрать этот как бы пример говорю вам что м4 простейший ой не надо никого заставлять смейл администрировать по полной я это делал лет десять к ряду не то чтобы я от этого страдал она нельзя сказать что я об этом этим наслаждался 20 я уже предупреждал что м4 очень простой язык мы именно из-за своей простоты уровень сложности в нем начинает нарастать практически мгновенно давайте посмотрим как это работает значит макрос лен по идее должен вычислять длину строки у нас правда есть для этого функции лен ну да хрен бы с ней что мы говорим если первый элемент не пустой в общем если он пустой то выводить 0 а иначе выводить выводить некоторый вызов который будет включать себя обратно лен видите да ну и и вал для того чтобы вычислить собственно вычислить собственно длину значит длина нашей строки 0 если она пустая а вот все значит длина нашей строки если она пустая второй параметр то 0 а если в противном случае если она не пустая вычисляется из единица плюс длина нашей строки нашей под строки начиная с первой позиции вот все очень просто на самом деле мы таким манером у нас длина вот этой штуке вычисляется как 4 почему-то они как 5 но покей не знаю почему возможно возможно стоило поставить там единиц а оба макро макро подстановки такая вот такая они разумеется раскрываются в ноль потому что ну понятно это просто это просто в макрос без параметров кстати не понял почему здесь 4 а не 5 ну да даже надо дать проверим 5 ага обратите внимание на одну неприятность связанную с этим макро определением помните я говорил что он не говорил что условие будет 0 или пустая строка вот пробел по по боюсь сожрался в этом случае когда мы делали супстр он сожрался надо было что-то здесь закавычить ну ладно не будем сейчас разбираться в общем сложность вы поняли да стоит что-нибудь не закалычить и она начинает парсится пробелчики уезжают ну в общем понятно последнее что хочу показать про m4 это перенаправление потока ввода вывода значит для того чтобы поскольку вы работаете с кусками текста эти куски текста сами по себе можно переупорядочить то есть вы можете сказать вот отсюда начинается поток номер столько-то отсюда начинается поток номер столько а в конце они все складываются сначала поток номер 0 потом номер один потом номер два потом номер три выглядит это примерно вот так что здесь написано поток номер 0 по умолчанию отсюда начинается поток номер 3 отсюда начинается поток номер один мы снова возвращаемся к потоку номер 0 я вангую что вывод будет такой one six seven это поток номер 0 дальше поток номер один for five и дальше тут и проверяем ну так и изменение чего себе баба ванга получилось понятное дело что вы можете анди вертить то есть вернуть на место поток номер столько-то в любом месте вашей программы вот а заодно есть еще поток минус один который не водит не выводится никуда давайте проверим что здесь написано вот начиная отсюда и заканчивая вот этим местом на экран не попадет ничего зато вы можете смело писать define и в этом месте и не обмазывать их днл ими потому что и так все работает вот дальше возвращаем поток на место нулевой это будет выводным в начале дальше вот это будет следующая строчка дальше у нас антиверт первого потока кто к тому моменту то пойдет вот это а вот эта строчка будет последний вот так и есть примеры значит все у нас категорически не хватает времени я могу только сказать что из главных фишек м4 мы не прошли только стек определений вы можете за определить новое определение сказать пуш дев а старая запомнится потом вы скажете поп дев и вам вспомнится старое определение а новое забудется это нужно для того чтобы можно было оперативно сменять контексты при интерпретировании да вы встретили там фигурные скобочки пуш дев пуш дев пуш дев пуш дев пуш дев и раз у вас начинается обработка текста уже с точки зрения того что находится внутри фигурных скобочек строительный закрывающий пуп дев пуп дев пуп дев пуп дев в общем такая вот картина в м4 есть работа с файлами есть библиотеки на нем написаны в частности обычные списки типа for это всего лишь макро библиотека которая воспользуется рекурсии вот и как я уже сказал ответил на вопрос сокращенца м4 жив пусть упору вот там среди всего есть статья например 2019 года учебник а вот потому что на нем написано автотулс и и как бы альтернативы ему только сишный при процессор который не предназначен для обработки произвольных текстов совсем-совсем а м4 предназначен для всего вот понятное дело что вы не можете решать на м4 те задачи которые на них решать не рекомендуется вот но штука очень интересна так значит у нас осталось фактически очень немного времени на потоковые редакторы а мне хочется рассказать про оба варианта что такое потоковый редактор это собственно мы возвращаемся к теме контекстной мы возвращаемся к теме контекстной обработки значит тема контекстной обработки выглядит примерно так у нас есть программа обрабатывающий текст эта программа состоит из инструкций вида контекстный адрес определяющий является ли данные прочтенные нами строка строка принадлежит ли она тому контексту который мы хотим обрабатывать ну и команда обработки этого контекста и дальше вот так вот собственно все вот контекстный адрес может представлять собой номер строки потому Hello скорееases следитьяMO это будет означать что наша строка обрабатываются в случае если она матчиться данным регулярным выражением то есть мы можем указывать диапазон то есть мы пишем контекстиная адрес это не рекурсивное определение то есть там либо номер, либо регулярное выражение, от какого места до какого. И это будет определение контекста, внутри которого будет применяться вот эта наша команда. Какие бывают команды? Удаление, редактирование, добавить строчку, заменить строчки, translate, поиск заменой, это то, ради чего пользуются сетом все. Есть условные переходы всякие, мы их не будем трогать. Есть довольно важная штука, это называется, я забыл как называется по-английски, короче буфер, в который можно временно запихивать строчки, а потом их оттуда вынимать. Вот, hold space она называется. То есть фактически это такой стековый механизм наш сет. Чуть-чуть примеров, потому что, иначе мы слегка задолбаемся. Вот скажем так, календарь, сет, ну допустим 11p, контекстный адрес, слэш 11, команда pprint. Чего? А, обратите внимание, что все команды, все, значит, на то, что все строки, которые не попали под контекстный адрес, тупо выводятся, а еще отдельно выводится строка, в которой нашлось 11, еще раз, ptprint. Видите? Вот, мы можем сказать, сет минус n, что будет означать, что все строки, которые не попадают ни под один контекстный адрес, не выводятся. Вот. Ну давайте посложнее. Search, что там, 11, ку-ку. О, видите? Значит, поиск замены, это контекстный адрес, это поиск замены. Давайте вместо этого сделаем, допустим, от первой строчки, до строчки, в которой есть 19. Search. Что? Ну, 1e. Вот, обратите внимание, начиная с первой строчки и заканчивая строчкой, в которой есть 19, у нас первое вхождение единички было заменено на e. Ну, а если мы хотим, чтобы все, значит, глобально. Вот. А, ну тут не видно хорошо, не 19. Пробел 5. Вот. Значит, нет, пробел 5, нет, 15. Вот теперь видно, да? Значит, вот теперь хорошо видно, значит, контекстный адрес определяет диапазон. С того места, где мы нашли единицу, до того места, где мы нашли, где, народ, с первой строчки, до того места, где мы нашли 15, мы заменили все. Ну, например, если наточим со второй, вот это правильно. Во, во, нет, тоже неправильно. Четвертый. Во, да? Вот эту единицу мы пропустили, потому что диапазон начинается с 4. Да? Вот здесь мы поменяли, а здесь мы уже не поменяли, потому что конец этого контекстного адреса 15. В общем, примерно так это происходит. Программы могут быть из нескольких строк. Сейчас мы посмотрим на программу из детских строк. Вот еще один синтаксис, еще один синтаксис, когда мы используем расширенные регулярные выражения, и мы можем описывать классы, классы символов. Вот, примерно такой же. А вот пример, вот пример, значит, использования холдспейса. Смотрите, мы можем взять и посмотреть, посмотреть зависимости наших библиотек в каталоге слэш лип. Допустим, мы хотим узнать, где из них липкрипта. Липкрипта. Ну, греб. Окей, но я хочу не это, я хочу, чтобы мне написали библиотеку и зависит ли она от липкрипта. Значит, надо написать не так, надо писать егреб, 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 липкрипт. Сейчас скажу, значит, что нам надо написать. Липкрипт или лип 64. Ну, вот это уже лучше, да, в случае, если библиотека зависит от липкрипта, она показывает, если не зависит, не показывает. Проблема стоит в том, что я не хочу всех остальных. И тут у утилиты греб, который у вас вычитает только поиск, наступает ступор, потому что она этого не умеет. А вот сет это умеет. Давайте я прям скопипащу вот это. Мы увидим, как оно работает, а потом расскажу, как. О, смотрите, я хотел примерно этого. Библиотека и что там у нее с липкрипт, обратите внимание, тут два разных варианта. Вот. Как это работает? Если мы видим в начале строки слэш, это означает, что это название библиотеки, мы засовываем соответствующую строчку в холдспейс, при этом ничего не пишем. Это как бы перевод строки. Следующая команда. Если мы видим строчку в вида липкрипта трали-вали равно, то есть зависимости, то мы выполняем следующую порцию команд. Обменяем значение того, что мы смотрим, с холдспейсом, выведем текущую строку на экран. Снова обменяем значение того, что мы смотрим текущую строку с холдспейсом, то есть вернем то, что было, и снова выведем на экран. Вот, пожалуйста, простейший скрипт для седа, который решает задачу не подвластную обычному гриму. Все, время наше по седу вышло. На самом деле поищите просто в своем линуксе файлы вида.сед. У меня, например, работает локейт, у вас, может быть, уже и нет, но... И просто поглядите туда. Вот. Вот это хороший годный седскрипт, написанный Томасом Дикки, который что-то делает. Абсолютно птичий язык, как видите, в основном состоящий из search. Замените что-то на что-то. С комментариями. То есть тут даже понятно, если почитать, можно будет понять, что тут написано. седскрипт. Окей. Следующий пункт нашей программы... Да, значит, сед полный по тюрингу. Вообще, есть тут ссылка на статью по поводу того, что полным по тюрингу является, ну, вообще, все там, кофемолки полные по тюрингу, вот это все. Следующий пункт нашей программы это АВК. Давайте я расскажу про АВК как про концепцию и покажу примеры. Мы даже запускать не будем вас просто, чтобы было понятно. Значит, как вы понимаете, сед это очень птичий язык. Гораздо интереснее сделать язык, который был бы языком контекстной обработки, но при этом нормальным языком программирования там внутри, под капотом. Вот это и сделали компания из таких известных монстров, как Аха, Вайнбергер и Керниган. Вот. Все три фамилии очень известные, особенно первые и последние прям громогласные. Аха это тот самый, который Аха Ульман, все правильно. Ну, а Керниган это тот самый, который Керниган. Неплохие короткие примерчики, давайте посмотрим на них. Концепция та же самая, контекстный адрес, список команд. Понятие контекстного адреса более интересное, помимо регулярного выражения. Мы можем в контекстном адресе писать просто выражение, ну, арифметическое, которое бы там что-нибудь сравнивало, длину, например, поля. Вот. А также мы можем писать операцию, например, вот такую, да, в качестве контекстного адреса. Некоторые выражения матчатся регуляркой. Очень удобно. Вот. Более того, входной текст автоматом разбивается на слова, чтобы можно было работать прямо по словам. Слова нумеруются там доллар один, доллар два, доллар два и так дальше. Вот. Если вы хотите работать со всем текстом, у вас есть для этого доллар ноль, то есть за вас делают некоторый синтаксический разбор того текста, который вы анализируете. Это управляется, вы можете приопределить там конец разделителя слов, разделителя строк, то есть превратить многострочный в однострочный просто ради того, чтобы сказать вот строка это то, что ограничивается не переводом строки, о чем-нибудь еще. скажу, скобочка. Вот. А дальше у вас присутствует некоторый сишный синтаксис. Вот, википезия, как ни странно, довольно неплохо. Нет, давайте я сам напишу пример и на этом мы по-быстрому, на этом мы закончим. Значит, ну, все тот же кал, дальше авк, ну, ну, что там, допустим, 11, принт, это было принт, доллар 2. Значит, в строчке, в которой мы нашли 11, вывели второе поле. Давайте ради интереса сделаем вот так. В этой строчке не было второго поля, в этой строчке второе поле 10, в этой строчке второе поле 17. В остальных единичка была не найдена. Контекстный адрес, программа. Программа практически на C. вы можете написать что-нибудь типа такого if доллар 1 равно, ну, не знаю, там 9. Пожалуйста. Программа на C. Понятное дело, что вы можете написать программу на ВК, она будет в столбик, а не вот такая, не в строчку. Ну, в общем, идея такая. Что еще такого интересного можно сказать про ВК? В ВК все переменные текстовые, численное преобразование автоматическое, написали плюс, значит, эти числа, ассоциативные массивы для хранения переменных, то есть словари, простейшая операция склейки строк, просто несколько строк подряд записанные, вот давайте покажу. Вот. Просто подряд записанные строки превращаются в одну. Вот. В общем, программы на ВК выглядят как программы на нормальном языке программирования за исключением того факта, что они контекстно привязаны. То есть, вот этот код выполняется в случае, если вы наткнулись на контекстный адрес, который матчит вашу строчку. Напоминаю, что ВК строчка считается не что-то до перевода строки, а что-то до разделителя играющего роль перевода строки, вы можете многострочно так определить. Вот. Вот хороший, кстати, сборник примеров. Реально хороший. Всем рекомендую, кто интересуется ВК, его почитать. Вот. Кстати сказать, это не гну, ВК обычный. Ну и вот пример, который решает примерно ту же самую задачу, что и сет. Только видите, на этот раз я даже в одну строчку все это вывожу. Я на сете такое тоже мог написать. Там можно склеить две строчки, но там надо убирать перевод строки. Ну, короче, шустрить. А тут смотрите, как все просто. Если у нас в начале строки стоит слэш, запоминая в переменную F первую, первую, то самое, первое слово. Если мы нашли LipCrypt звездочка, выводим переменную F и третье поле. Все. Вот оно. Красота. В современном мире, как правило, используется гну АВК, потому что он более крутой. В нем есть полноценный поиск с заменой. В нем есть поддержка работы со склейкой. И этот пример, который он должен показать, поэтому я его покажу. И в нем очень много того, чтобы на этом АВК писать системные программы, но, как правило, иногда все-таки на нем пишут системные программы, но, как правило, нет. Значит, вот это вот интересный пример того, как в АВК поддерживается склейка. Смотрите. Cal, все тот же наш. Cal, календарь, прошу прощения. Давайте оттуда выберем только строчки, содержащие единички и девятки. принт. Ну и девятки. Девять принт. Вот. Обратите внимание, что поскольку некоторые строчки содержат и единички, и девятки, то они вывелись несколько раз. Ну, понятно, потому что как написали, так и сделали. Вот. И это все отсортируем. Давайте для наглядности отсортируем задом наперед. Вот. Значит, это в этом случае склейку поддерживает нам Shell. Теперь давайте попробуем, как сделать так, чтобы весь вывод нашего АВК, самим АВК, был отсортирован с помощью команды склейки. Как ни странно, это делается вот так. Вот. Вот. Что в этом примечательно, почему я вообще про это вспомнил? Потому что вот это один и тот же сорт минус R. Это один и тот же процесс. Вот эта строчка является как бы идентификатором процесса. То есть, и этот принт отправляет свой вывод на сорт минус R, и этот принт отправляет свой вывод туда же. Это не два разных сорта. Это один и тот же идентификатор, собственно, вот эта строка. Если они равны, значит, это тот же уже запущенный процесс. Почему на АВК не пишут? Потому что, ну, в смысле, пишут мало системных скриптов. Потому что примерно в то же время появился великий и ужасный язык программирования PERL. PERL это штука, которая поддерживает вообще все. Значит, PERL поддерживает. Во-первых, PERL это удобный язык программирования общего назначения. В нем есть объектная модель. В нем есть типизированные данные. И то, и другое, в общем, довольно неплохие. В нем есть поддержка контекстной адресации, как в ВВК и СЕДИ. В нем есть примитивые склейки, как в Шелле. К нему есть огромнейшая библиотека модулей, на котором можно писать что угодно. В нем очень гибкий синтаксис, и проблема в смысле задача минимализации в этом синтаксе тоже, как в Шелле, решена довольно хорошо. все 90-е годы на Перле прямо писали горой и очень много. По какой-то причине Перл стремительно теряет популярность прямо сейчас. Я не могу предположить, я могу предположить, ну, как бы, есть какие-то мои предположения, но я не знаю на самом деле причины. Я думаю, что причина примерно в этом. Сейчас я покажу. вот этот скрипт на Перле, вот он, вот он, этот скрипт на Перле, который удаляет все файлы в вашей операционной системе. Вот, 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 патч Бромина, он самый. Вот, значит, в этом, собственно, нельзя, наверное, это воспринимать как недостаток языка, потому что не надо просто так писать. Все-таки, все-таки тот факт, что для написания читаемого кода на Перле нужно поддерживать довольно серьезную дисциплину, видимо, одна из причин падения его популярности, хотя язык, повторяю, просто запредельно мощный, как бы, и применимый вообще во всех ситуациях. Вот на нем и веб-сервисы писали, и скрипты вместо Шелла, что угодно. У нас осталось совсем немного времени, а я хочу, собственно, завершить, поскольку лекция у нас завершающая курсу парадигмы программирования, сейчас я попробую найти статью, собственно, на которой мы и закончим наш разговор. Ха-ха-ха-ха. Вот статья, на которой я хотел закончить наш разговор. Мы с вами весь семестр, ну, вообще-то не мы, мы с вами разговаривали про Linux, а мы с вами разговаривали, это было большое количество мы, говорили про различные парадигмы программирования, понимая под парадигмой особенности алгоритмизации. Наш алгоритм можно составить таким образом, сяким образом, разэтаким, при этом мы используем такие мыслительные конструкции, сякие мыслительные конструкции, так скрипим мозгами эдот. Но вообще говоря, программирование это не только алгоритмизация. Программирование это разработка программных продуктов, например. Цикл разработки ЖЦ. Программирование это, например, моделирование предметного, окружающего, предметного мира и после этого создание некоторого решения, который отвечает этой модели и ее реализует так, как нужно для решения задачи. Программирование это, например, инструмент совместной разработки, как вместе программировать. В общем, парадигма в случае понятия того, что такое программирование каждый раз, понятие парадигмы будет очень разным. Если мы зайдем на страничку википедии, которая называется список философий, слово философия по-английски означает не то же самое, что по-русски, ну скажем так, методологий программирование, то мы увидим бесконечное, бескрайнее море, среди которого мы внезапно увидим способы программирования в смысле порождения кода, способы отношения к спецификации того кода, который мы порождаем, способы организации самого программного процесса типа agile, правила и принципы составления кода типа кис, принципы и правила совместной разработки, собственно программист, собственно парадигмы программирования, о которых шла речь в этом семестре, методология разработки, я еще до конца не дошел, видите вот эту плашку, это все парадигмы программирования, ну почти, вот, то есть, на чем хочется закончить эту лекцию, парадигмы это такой способ думать, зачем нам изучать парадигмы программирования, очевидно, за тем, чтобы уметь думать по-разному, разными способами, и, я надеюсь, это как раз было достаточно хорошо видно в домашних заданиях по циклу парадигмы, выбирать для конкретной задачи тот способ думать, который в данной среде более эффективный. Кодировщик, который выучил язык программирования Дельфи-6 отличается от программиста ровно тем, что ему не дано выбирать способ думать, да, в общем-то, и не нужно. Это как пролетарий умственного труда, если хотите, которому нечего терять, кроме своих цепей, под названием Дельфи-6. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами состоялись не как пролетарии умственного труда, да, а как, ну, как минимум, инженерумственного труда, который обладает инструментарием как можно больше и способен выбирать из этого инструментария то, что ему в данный момент наиболее подходящее. Вот. Так что хочется пожелать вот всем здесь присутствующим вот этой вот свободы выбора. Благо, она есть, только ее надо постигнуть. Ну, и да, чем больше способов думать будет у вас в голове, тем легче на самом деле будет думать. Вот. Почитаю комментарии. Комментарии немножко, немножко в сторону ушли. Ну, так что, наверное, на этом завершающая лекция, завершающая лекция по курсу парадигмы программирования завершена. По курсу разработка по Linux будет еще пару лекций, я думаю. И, собственно, на этом тогда, видимо, все. Значит, господа с кафедры алгоритмических языков, вас ожидает вопросник по прошедшей лекции. Вот. А господа, которые следуют за курсом разработки по Linux, домашнее задание я сделаю сегодня. Если есть какие-то по теме вопросы, задавайте их. Если нет, то, наверное, и все, потому что и так мы уже вышли за наш ремит. Всем спасибо, до встречи на следующей лекции по курсу разработки. У нас там есть еще не обтоптанные делянки. Такие.